Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать такой лайфхак. Он больше, конечно, будет подходить для владельцев автомобиля Lada Vesta SV и SV Cross. Ну, также, в принципе, могут взять на заметку себе и автомобилисты таких бюджетных автомобилей там Logan, Volkswagen, Polo. А что мы будем делать сегодня? Получается, вот дверной проем. Здесь нет резинки уплотнительной. Ну, и не ставят с завода. Может, она так и не предусмотрена, но вот много кто ставит сюда, но заказывают дорогие. Я нашел более такое решение простое. В обычном строительном магазине покупаются резинки. Сейчас покажу, какие. Вот данные резинки. Метр стоит рубль 80 в Беларуси. Вот, обычно D-образный D-образная резинка для уплотнения дверей. Получается, вот, клеится вот в этот проем. Вот, сверху и вот до низа. Вот, получается дополнительная шумоизоляция. Двери закрываются более глухо. Ну, и, соответственно, не загрязняется дверь вот здесь. Так что сейчас будем клеить. Так, приступим к установке. Нужна нам ветошь, какой-нибудь обезжириватель. Обезжириваем проем. Далее, отмеряем нужный кусок. То есть, будем делать от самого верха, вот, под эту резинку, которая идет штатная, на дверях сверху. И отмеряем нужный кусочек до самого низа. Вот, замеряем. Берем канцелярский нож. Отрезаем. Отрезали нужный кусок. Примеряем обязательно еще раз, чтобы все было чики-пуки. по размерам. Поверхность обезжирена. Далее, потребуется строительный фен. Хоть на улице тепло, но все равно немножко прогреем. Прогреем поверхность двери. Так, берем кусочек. Сейчас его подогреем чуть-чуть, чтобы клей разогрелся. хоть на улице тепло. Вот. И потихоньку греем, и отрываем, и прижимаем. Давай, грей. можно подальше чуть-чуть. Смотрите, близко не нужно, чтобы не поплыл клей этот. То есть вот на таком расстоянии. можно подальше чуть-чуть подальше чуть-чуть подальше. Давай ниже. Ох, горячо. Можно, в принципе, сразу ее прогреть, отрывать и... подальше чуть-чуть подальше чуть-чуть подальше. Погрей ее полностью сейчас. Есть. Угу, все. Убирай пока. А то горячо. Все. И прижимаем все тряпочкой. Проходим. Все. Данный уплотнитель у нас установлен. Сейчас попробуем закрыть дверь. Вот. Слышно, как дверь стала закрываться. Не глухо, но помягче. И мы можем видеть щель, которая была голая, она закрыта данной резинкой. Соответственно, грязь уже туда не будет попадать. Все. Следующей двери показывать, как делать, не будем. Все. Закончил я со второй стороной. Установил. Все подошло четко. Проверяем. Все. Дверь закрывается. Сейчас мы будем продолжать улучшения. Это капот будет у нас продолжен. То есть сразу с дверями можно сделать. Вот. Вы можете видеть щель тоже. Туда попадает грязь. Сейчас мы по контуру проклеим тем же самым уплотнителем. Он как раз хорошо становится. Тем самым избавим подкапотное пространство чуть-чуть от грязи. Так что приступаем к установке. Так, приступим к установке уплотнителя на капот. Начнем с самого крыла. Дойдем до конца крыла. И перейдем, получается, вот где закрывает капот по этой кромке. И перейдем вниз фары. Так что смотрим. Так, начинаем установку. Тут ничего сложного нет. Главное не спешить. Потихоньку отрывать эту клеющуюся ленту. Прогревать. Прижимать. И по кромке по этой идти. Штамповка есть на крыле? Ошибиться. Ребенок сможет сделать. Главное, что за копейки. Фара горячая сама. Я феном не буду греть ленту. Она и так прилипает хорошо. Сейчас на солнышке полежало. Сначала нужный нам кусок. Ну, смотрим, чтобы... Давайте покажу. Вот. Запихиваем уплотнитель. Вот. Чтобы лента этой был... Смотрел на фару, чтобы приклеился. И потихоньку отрываем. Ну, все, ребята. Проклеили мы вот за ворот вниз. И отрезали. То есть, нужный кусок. Все. Вот. Наш уплотнитель установлен. Сейчас мы сделаем вторую сторону. Также. И... Покажу вам результат. Ну, вот. Мы установили с двух сторон вот этот уплотнитель. Сейчас закроем кабот и покажем результат. Ну, вот. Вы можете увидеть данная щель, которая была между крылом и капотом. Ее нет. Также и по фаре. Идет уплотнение, переходящее на фару. Можно было на фару не делать. То есть, по вашему усмотрению. Но мы решили сделать. Если что, не понравится. Оторвем потом. Вот с помощью такого профиля. Мы улучшили нашу ладу весту. Так что, приобретайте. Устанавливайте. И наслаждайтесь чистотой. В данном видео вы увидели, как можно улучшить с помощью простого строительного уплотнителя. Ваш автомобиль. На все нам понадобилось 4,5 метра вот такого уплотнителя. Он продается по метрам. То есть, метр стоит 1,80 рубля. За 1,80 рубля вы приобретаете 2 метра. Он двойной. Чтобы было это полезное видео. Поставим палец вверх. Подпишемся обязательно на канал. Ну и всем пока. Продолжение следует.